Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский указ. Соболезнования. Конгрессмены США требуют приостановить военную помощь Азербайджану. Дамаск не потерпит какого-либо внешнего вмешательства в деятельность Конституционной комиссии. Год без ознавура. Во всем мире пройдут мероприятия, посвященные выдающемуся шансонье. Ильван в тройке лучших городов СНГ для осенних путешествий. Указ президента Республики Западной Армении номер 74. Принимая во внимание столетие мирной конференции в Сан-Рема к международному сербскому договору после признания де-юра армянского государства на территории Западной Армении 11 мая 1920 года и к договору мира в Севере 10 августа 1920 года в результате арбитражного решения президента Робудра Уильсона 22 ноября 1920 года. Президент Республики, принимая во внимание статью 76 Конституции, постановляет. Статья 1. Столетие мирной конференции в Сан-Рема сербский договор и арбитражное решение президента Робудра Уильсона будут отмечаться в период с 19 января 2020 года по 22 ноября 2020 года. Статья 2. Это воспоминания условия признания армянского государства в Западной Армении, в результате которого 10 августа 1920 года в городе Север союзники и связанные с ними державы, включая Армению Западную, подписали международный мирный договор, а также его ратификацию Западной Армении 24 июня 2016 года. Статья 3. Западная Армения, Турецкая Армения, Великая Армения, как продолжение и приемление государства президентства Пукоснубар-Паша, напоминает заинтересованным государствам об их обязательствах предоставить независимость Армении и Западной Армении на основе сербского договора и дополнительных переговоров, принимая во внимание, что союзные державы уже признали Армению, Западной Армении, Вилаеты, Бетлис, Трабзон, Эрзрум и Ван, согласно статьям 88 и 89 сербского мирного договора, «Как свободное и независимое государство мы ожидаем, что Турция также признает и объявит это». Статья 4. С этой целью будет опубликована монография об условиях признания армянского государства на территории Западной Армении и его конституции. Статья 5. Столетие будет увековечено выпуском марок, посвященных самым важным датам столетия. 19 января 2020 года, 24 апреля, 11 мая, 10 августа и 22 ноября 2020 года. Статья 6. Указ публикуется в официальном журнале Республики Западной Армении. Арменак Абрамян – президент Республики Западной Армении. 28 сентября скончалась Мария Сеслян. В тот же день состоялось отпевание в храме Карасун Монанцк в Бурдж-Хамуде. Похоронена была Мария Сеслян на национальном кладбище Бурдж-Хамуда. Государственное телевидение Западной Армении выражается болезнью семье и детям господина и госпожи Вазгина Сесляна, а также семьям Сеслян, Гаракузян, Матрбян, Дауд, Пагаджан, Каладжан и Сурминян в связи с кончиной любимой матери, бабушки и родственницы. 27 сентября на заседании Комитета Конгресса США по армянским вопросам было направлено письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эспер. В письме группа выразила обеспокоенность увеличением военной помощи Азербайджану и нарушением патриотета между Арменией и Азербайджаном. Письмо было подписано конгрессменами Фрэнком Поланен, Джеки Спайнером и Адамом Шифером. Руководители Комитета Конгресса предложили Госдепартаменту США и Министерству обороны принять во внимание факт, принятый в 1992 году резолюцией номер 901 по Азербайджану, которая с 2002 года ежегодно аннулируется Госдепартаментом специальным документом. В письме содержится призыв конгрессменов немедленно приостановить военную помощь Азербайджану, пересмотреть процедуру отмены резолюции 901 и представить подробную информацию о помощи Азербайджану. Постоянный представитель Сирии при ООН потверг резкой критике молчания западных кругов перед лицом преступлений международной коалиции в Сирии. Как сообщает сирийский телеканал Аль-Абхария Башар Аль-Джафари на заседании СБ ООН по рассмотрению проекта резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб отметил, когда речь заходит о преступлениях международной коалиции и ее наемников, то происходит бездействие. Только сирийцы имеют право обсуждать свою конституцию без какого-либо внешнего вмешательства или шантажа со стороны стран, которые не хотят, чтобы Сирия восстановила свою стабильность, добавил сирийский посол. Башар Аль-Джафари в адрес представителя Германии в качестве одной из трех стран, предлагающих резолюцию о прекращении огня в Идлибе, отметил, что как такая резолюция может быть предложена странами, которые сами являются частью международной коалиции в Сирии, коалиция, которая не борется с Даиш и разрушает инфраструктуру Сирии и продает гибели тысячи сирийских мирных граждан. Посол Сирии в ООН также призвал положить конец двусторонним экономическим ограничениям, введенным в отношении сирийского народа, Соединенными Штатами, Европейским Союзом и рядом других стран. Ровно год назад, 1 октября, мир потерял великого певца, композитора, поэта, актера Шарля Азнавура, который пел о человеческих эмоциях, самых заветных чувствах личности и человечества, о любви к родине. Как передает Армен Пресс, в октябре этого года в разных странах мира пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Шарля Азнавура и сохранению его наследия. Фонд Азнавур, созданный Шарлем и Николя Азнавурами, одной из основных целей которого является продолжение гуманитарной деятельности Шарля Азнавура, начато еще в 1988 году, а ныне сохранение его культурного наследия, реализация новых проектов и программ, как в Армении, так и во всем мире, активно вовлечен во все мероприятия. 1 октября фонд Азнавур в мэрии Парижа торжественно подарит городу Бюст Азнавура, который вскоре будет установлен в квартале Парижа, где прошло детство Азнавура. 2 октября в кинотеатрах состоится показ фильма «Взглядом Шарля». На протяжении всей жизни, во время всех поездок и значительных встреч Азнавура можно было заметить с камерой в руках. Именно из этих кадров, снятых им самим, и собран весь фильм. Туристический портал Турстат представит рейтинг лучших городов СНГ для путешествий и отдыха осенью. Как передает Армен Пресс, стройку лучших городов для осенних путешествий вошли Минск, Астана и Ереван. В первую десятку вошли Минск, Астана и Ереван, Алматы, Баку, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душамбе и Ашхабад. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Еску» и «Метачи» в исполнении Шарля Азнавура и Седы Азнавура. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь мирными!